Всем привет! Сегодня у нас Урал-Лесовоз. Прогуляемся, прокатимся по городу Красновишевску сегодня. Сейчас от Сталинского начнем. Вот я на Сталинском еду. Район такой, улица Матросова вот эта. Сегодня так, 8 июля. Лето в полном разгаре, как говорится. Жара на улице стоит. И вот прогуляемся, проедем на Урале по городу Красновишевску. Это Сталинский. Вот здесь вот это место. Сталинский пятак называется. Тут справа Сталинский магазин был. Проехали. И вот тут с другой стороны тоже через дорогу магазин тоже раньше был. Но сейчас он все заброшен, весь развалился. Вот здесь слева магазин тоже был. Стекляшка назывался. Там такие витрины большие, стекла были. Тут я на улице. Но сгорел. Речку Марчанку проехали сейчас. И подъезжаем к Голубому. Называется Голубой Дунай. Называется. Вот конечная остановка. Отсюда маршрут начинается. Автобусный. Вот автобусы стоят. Это аллея. Улица Победы. Аллея Победы как бы. Или как-то аллея ВЦБЗ там называется. Она не знаю. Где-то написано. Ну, аллея Победы, короче. Самая главная улица в Красновиджевске это аллея Победы. Вот это улица Победы. Самая большая, широкая такая. Но не самая длинная. Длинная правда. Не такая длинная, так сказать. Она вот тут от Голубого и туда идет на берег. Как бы не сильно такая протяженная. Другие улицы тут намного длиннее. Вот Дзержинского улица там. Какая еще тут? Гагарина. Гагарина, да, вот самая длинная, мне кажется. Ну, Дзержинского тоже длинная. Через весь город она почти идет. Карла Марса тут тоже такая длинная. Гаишники едут, где-то проехали. Повернули куда-то в сторону. Думал, сюда сейчас поездят тоже. Не, не сюда куда-то. Пешеходов пропускаем. Какие-то лилипуты что ли? Лилипуты? У нас в городе еще здесь. Это ПТУ-хо здесь. Она еще была, как бы, сейчас колледж называется вот здесь вот. Ну, на этом перекрестке. Там здание такое большое в Переписи. Ну, кто знает, тот понял. Окей, это ПТУ-хо, потому что тут полгорода переучились в этой ПТУ-хе. И сейчас учатся тоже. Так, эта улица какая, я не знаю. Какая? А Дзержинского эта, наверное, есть? Ну, она как, такая длинная, не длинная, не знаю. Она, в принципе, не через весь город идет. Вон туда, только до Паровухи она идет. Ну, туда ближе, короче, до стадиона, можно сказать. Ну, здесь центр проезжаем. Народа, вдыхаем. Гора на улице. Как на югах. Погода. Как на югах, жалище. Тепло. Самое жаркое в это время у нас тут, как раз, ну, в этот, так сказать, выйти вот в июле, вот в июльские в эти дни. Самое жаркое время. Лето. Ну, и, ну, и конец июля, ой, это, конец июня, июль, июль. И, ну, что там, ну, в августе тоже так тепло, но уже не сильно так тепло. Как бы уже по прохладнее становится все равно. Так, все, потом в сентябре уже холодильник начинается. Ну, бывает тоже, конечно, и в сентябре, как бы так, тепло, но редко, редко это бывает. Очень редко. В мае тоже так же. В мае, в июле тоже редко тепло бывает. Ну, в этом году в мае почему-то жара была тоже. Тоже тепло было относительно так. Нормальная погода стояла. Это как-то такого не бывало, никуда я не помню, чтобы в мае такая погода теплая была. В том году тоже, в прошлом, это намного холоднее было. Так, вот эта улица Гагарина. Самая главная длинная улица, мне кажется, она. А, она идет... Ну, как она? Не, она идет дальше, чем Гастальона, наверное. Морчанский проехал. Так. Так. Первая школа здесь. Пожарка. ВЦБЗ. Вот здесь, с этой, с правой стороны. Ну, которого нету уже, так скажем. У столовая десятая. Открыли по-новому. И раньше была ВЦБЗшная, так сказать, бумовская, ну, бумзаводовская столовая. Сейчас ее открыли по-новому. Ну, как она не работала, понятное дело, уже давным-давно. Вот здесь контора ВЦБЗ. Вот, с правой стороны, которая сгорела недавно. В том году, что ли, вроде. Сейчас тут все заброшено. Бумзавод разобрали. Полностью, можно сказать. Там немного осталось что-то там здания какие-то. Китайцы там сейчас что-то орудуют. Вот это улица Гагарина. Она такая, наверное, самая Гринда, не кажется. Такая центральная улица. Вот она, Гагарина и Дзержинского. Две улицы. Самые такие основные. Через весь город они идут. Город изменяется сильно. Постоянно что-то строится. Какие-то новые здания, какие-то дома что-то строятся. Здесь пятерочку эту сделали. Раньше не было ее недавно. В том году ее сделали. Логан, поворачивай быстрее. Урал едет, блядь. Что смотришь там? Что смотришь, что-то недовольный? Кто там? Баба что ли за мной? Урал едет, норматов вдруг нету. Милиция отгоняет, полиция вернее. Куда-то на вызов едут гидать. Ничего себе гонят. Где-то гонят куда-то. За преступниками кому куда-то вылавливать кого-то. По вызову херачку. Сейчас какой-то банду поймают. Банду черных лесорубов, наверное. На нефтяники поехали. Район нефтяники туда. Можно там по другой дороге еще проехать. КАИ и БДД. На штрафстоянке сколько мотоциклов стоит? Целая куча мотоциклов. Там я не знаю сколько. Штук 20-30, наверное. Конфискованных мотоциклов. Налево УРБ. Управление разведочного бурения раньше было. Тут заправка в указах. УАЗик белый. Да, белый УАЗик, конечно, через 10 лет он будет такой некрасивый. Лучше какой-то темный брать. Хоть не так ржавчину видно. Так, мне налево сейчас. Все, это вот выезд из города. Тут раньше пост ГАИ был. Вот это слева, вот это здание маленькое. Раньше пост ГАИ тут стоял. Помню, постоянно тут ГАИшники стояли. Или милиция, или ГАИшники тут постоянно дежурились. Каждый день. Вообще не проехать даже было. Вот так вот. Просто из города не выедешь. Просто так. Всех тормозили, проверяли. Ну это когда, в 90-е годы как раз. Когда везде же посты были. Мы каждом, около каждого города. На въезде, так сказать, в каждый город. Когда, ну это чеченская как раз война была, когда. В те времена. Как бы видать может. Ну, не знаю почему. Видите, ну чтобы это, ну да. Безопасность, безопасность какая-то такая. Вылавливали преступников. Оружие может там какой-то. Какой там трампан какой-то. Ладно, все на этом заканчиваю. Тут мне сейчас. Еду на килограмму сейчас. Грузить надо доску будет. У Славика. Не скажу фамилию. Вон, дымо ухо какая-нибудь. Что сечет такое? Или пыль это кто-то проехал. Ладно, всем пока тогда на этом. И до новых встреч. Такой небольшой. Как бы экскурсия такая небольшая. Экскурс по городу Красновышевску. Все, всем пока. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok